Друзья, всех приветствую! Сегодня хотелось бы обсудить будущее американской валюты. Скажем так, по горячим следам очень важного или даже судьбоносного выступления председателя ФРС Джерома Паула на открытии симпозиума в Джексон-Холле. Хотя саму суть выступления Паула я предлагаю его риторику оставить в качестве заключительного аргумента сохранения давления на доллар. Это видео, прежде всего, моя субъективная позиция, почему американская валюта обречена на дальнейшее снижение. Очень хочется говорить о долларе сейчас объективно. Тот набор факторов, которые у нас сейчас есть, или, скажем так, условий экономических, явно указывает на то, что доллар остается очень уязвимым инструментом. Я действительно не верю в его рост, по крайней мере, сейчас, когда он фактируется на многолетних минимумах, а это примерно в районе 92-92,5 пунктов, когда доходность казначейских облигаций обвалилась до исторических минимумов, когда есть сомнения в защитных свойствах доллара и даже в его способности уезжать статуса мировой резерв валюты. Прежде всего, на что хотелось бы обратить ваше внимание, так это на то, что доллар уже не является защитной валютой. Если бы доллар был защитной валютой, то на фоне пандемии слабые экономические конъюнтуры в США, ситуация вокруг очень сложных отношений с Китаем, а также в преддверии выборов в США, здесь, конечно же, акцент делается на катастрофическую политическую неопределенность. В таких условиях он должен был быть в космосе уже и уверенно котироваться выше 100 пунктов. Однако, что мы видим на данный момент? Сейчас мы наблюдаем за тем, как индекс доллара топчется на минимумах за 2,5 последних годов. Если доллар уже не защитный актив, как он должен реагировать на национальную статистику? Здесь тоже все очень просто. Раз в экономике все плохо, значит валюта, которая стоит за этой экономикой, должна снижаться. И, собственно говоря, это как раз доллар сейчас и показывает. 30 миллионов человек в Штатах остаются без работы. Индекс активности производственного сектора сферы услуг на многолетних минимумах. Катастрофический дефицит счета текущих операций. Индекс доверия потребителей минимум за последние 6 лет. И это, когда все кругом говорят о тотальном восстановлении всей мировой экономики. Не забывайте, друзья, на последнем заседании Федрезерва регулятор США четко дал понять, что восстановление американской экономики застопорилось. И что будет дальше полностью зависит уже от ситуации с коронавирусом и теми действиями, мерами, которым будут прибегать и регулятор, и власти США. И тут довольно интересная ситуация. Без поддержки монетарных властей доллар падает, а с поддержкой ситуация становится еще хуже. Возьмем ту же ключевую процентную ставку. До пандемии в США была самая высокая ключевая ставка среди развитых экономик. Это укрепляло американскую валюту за счет так называемого керри-трейля. Инвесторы брали кредиты в других странах, конвертировали в доллары и покупали ценные бумаги США, получая при этом гарантированные доходы. Но теперь все иначе. Пандемия, как вы знаете, заставила ФРС снизить ставку до нулевой отметки. Следом стала снижаться доходность казначейских облигаций и также оказалась в районе нуля. Реальная доходность американских трежей, то есть доходность облигаций без кредитировки на инфляционные ожидания просела еще ниже, до рекордного минимума в минус один процент. Уже сейчас на рынке сложилась ситуация, когда инвесторам приходится платить за то, что они владеют облигацией. Это, конечно же, совсем никуда не годится. И, на мой взгляд, ситуация может ухудшиться. Реальная доходность облигаций вполне может оказаться еще ниже. Если, например, недавнее возобновление случаев коронавируса в США побудит Федеральный резерв снизить ключевую процентную ставку еще сильнее. Учитывая разрушительное влияние, которое пандемия оказала на американскую экономику, потребности в дополнительном стимулировании продолжает расти. Повторю, в данный момент прямо сейчас без работы в США остается 30 миллионов человек, и всем им необходимы повышенные пособия по безработице. Без новых фондов помощи восстановление экономики невозможно. Республиканцы и демократы уже месяц не могут договориться о новом пакете фискальных стимулов. За это время без роста потребительской активности, который обеспечивался как раз повышенными пособиями по безработице, экономика США растеряла около 0,5%. Риторический вопрос, логичный вопрос. Как вы думаете, согласуют ли выделение нового транша? Конечно же согласуют, потому что если деньги не выделить, это обвалит фондовые рынки. Очевидно, что в преддверии президентских выборов допустить этого Трамп фактически не может. Поэтому в ожидании новых стимулов мы заранее готовимся к тому, что чем больше последствий денег будет влиять в американскую экономику, тем больше давление будет оказываться на доллар. У беспрецедентных мер поддержки со стороны властей есть еще одно негативное последствие. Это раздутый баланс ФРС, который сейчас составляет примерно 7 триллионов долларов. Для сравнения, в начале 2020 года баланс ФРС составлял лишь 4 триллиона. Сегодня скупка бумаг продолжается. Аналитики не исключают, что баланс ФРС к окончанию коронавирусного кризиса раздуется до 10 триллионов. А поскольку все эти деньги, по сути, результат работы печатного станка, бегство инвесторов от ничем, необеспеченные валюты, доллара, это лишь вопрос ближайшего времени. Кроме того, хочу отметить, что в укреплении доллара не заинтересованы сами штаты. Пока доллар слаб, проще восстанавливать экономическую систему активности после тяжелого кризиса. И теперь вот к началу. Почему выступление Паула на открытии конференции в Джексон-Холле я назвал судьбоносным событием для доллара? Да потому что американский регулятор пересмотрел свое отношение к инфляции, взяв курс на ее таргетирование. Таргетирование инфляции будет означать готовность ФРС работать с инфляцией выше текущего целевого ориентирования 2%. Напомню, что рост инфляции в США практически неизбежен на фоне последнего роста денежной массы из-за колоссальных по объемам мер монетарного стимулирования. Кроме того, таргетирование инфляции также свидетельствует о намерении Федрезерва удерживать ставки на исторических минимумах в течение длительного периода времени. До выступления Паула у покупателей доллара была надежда на то, что рост инфляции вынудит ФРС начать ужесточать монетарную политику. То есть если бы ФРС, логично реагируя на рост инфляции, стал бы повышать процентную ставку, это бы толкнуло вверх доходности американских облигаций, а за ними уже начал бы расти доллар. Однако теперь очевидно, что даже в случае повышения инфляции выше 2%, регулятор палец о палец не ударит и не сдвинет ставки с около нулевой отметки. Полагаю, самое время признать долгосрочную слабость доллара, которая может привести тот же самый индекс американской валюты ниже 90 пунктов. Друзья, это моя точка зрения, моя субъективная оценка. Мне, безусловно, очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Пишите в комментариях. Всем спасибо.